Доброго всем дня! Дорогие друзья, вы смотрите разбор полетов на stopgame.ru и с вами, как всегда, Василий Гальперов и Максим Солодилов. Всем привет! В комментариях к прошлым выпускам человек под ником Zody неоднократно предлагал нам игру Psychotoxic, описание которой было очень заманчивым и мы даже решили ее взять, но не получилось у нас ее запустить. Так что, чувак, объясни, пожалуйста, как нормально включить игру на Windows 7, чтобы показывались заставки, а не просто черный экран, из которого даже порой альтабом не выйти. Да, а у меня Windows 8.1. В общем, не получилось у нас ее запустить и поэтому мы внезапно решили взять, вот совершенно внезапно, почему-то команду Strikeforce. Ну, на самом деле, не слишком-то внезапно, поскольку в прошлом RetroZore мы обозрели, обозрели, всю линейку командос оригинальных, но упустили из внимания шутерок на вечерок, опять-таки, в этой вселенной. Поэтому решили взять его в разбор полетов. Команда Strikeforce вышел в 2006 году на PlayStation 2, Xbox и персональных компьютерах и был продолжением культовой серии стратегических, тактических, изометрических экшенов, назовем их так. Но выполнен совершенно в другом жанре, не совсем понятно почему. И перед нами, в итоге, шутер Stealth от первого лица. Причем, Stealth в таких воздушных кавычках, хотя об этом позже. Мы попытались найти команду Strikeforce в сервисах цифровой дистрибьюции, то есть Steam, GOG, но там их нету. Есть только комплект командос с первого по третью часть, у меня он, кстати, весь куплен. Поэтому пришлось опять лезть на всякие торрентики, чтобы скачать игру, которую уже сейчас нигде, к сожалению, не купить. Ну, как сказать, к сожалению? На самом деле, к сожалению, потому что в итоге мне достался русский репак с очень интересным переводом. Это, конечно, не относится к качеству самой игры, потому что, ну, перевод это уже дело такое сугубо фанатское и необязательное. Ну, то есть это неофициальное, да? Хрен знает, но, скорее всего, это неофициальное. Но некоторые перлы, я, конечно, расскажу о них. Ну, и, наверное, стоит пару слов сказать о чисто наших впечатлениях и отношении вообще к оригинальным командос. Ты вот как к ним? Я к ним отношусь крайне положительно. Играл, конечно, не во все. В основном я играл во вторую часть. Мне, помню, друг показал как-то у себя дома. И очень мне понравилось, и как она выглядит, и какие там возможности есть. Так что вот этой тактической серии я отношусь очень хорошо. Ну, а я прошел первую с дополнением, вторую, в третью уже играть не смог. Мне как-то она не очень понравилась в плане управления. Не знаю почему. Короче, после второй она не зашла. Ну, и больше как бы к серии я не притрагивался до вот этого момента. Основная фишка вообще серии командос была в различных персонажах, каждый из которых имел свою собственную специализацию. То есть был снайпер, был сапер, был зеленый берет, был бегунок, был шпион и так далее. Каждый из них, соответственно, делал то, что он умеет делать. Здесь же у нас все-таки шутер от первого лица. Однако эту узнаваемую особенность серии все-таки сохранили. На выбор нам дается целых три героя, что вообще как бы ни в какие ворота по сравнению с предыдущими частями. И что как бы первым же бросается в глаза в игре, герои это совершенно другие. То есть это тоже шпион, это тоже снайпер, это тоже зеленый берет, но это не те люди, которые были в предыдущей серии. Я подумал, что это их просто нарисовали не так гротескно, как это было в оригинальных командос. Там-то как-то они визуально все-таки выглядели немножко нереалистично и больше так мультипликационно. Но нет, это совершенно другие герои, у них другие имена. И они вообще как бы не сильно связаны, ну вообще ничем в принципе не связаны с предыдущими героями, кроме того, что вот те же у них специализации. И это уже как бы чуть-чуть отталкивает, при том, что игра-то в целом другая. Но серия вроде та же, командос. Так или иначе, давайте уже переходить непосредственно к игре. Сюжет, я думаю, мы затрагивать не будем, потому что его как такового тут не существует. Ну да, здесь по сути просто набор миссий. Есть там между ними небольшие стыковочки, но в целом это просто вот какой-то набор заданий. Все. Есть, скажем так, три сюжетных арки или четыре. Да, но оно все равно как-то так очень сумбурно. И, ну по сути, да, можно эти вот задания разделить на какие-то чуть более сюжетные, но все равно как бы... Ну и истории связанной нету. Да, просто набор заданий. Начинаем мы играть в первой миссии за снайпера. И нам там так коротенько объясняют, что и как тут вообще делается. Но до того, как начать вообще игровой процесс, снайпер рассказывает нам вот как раз про главных героев, которых нам, в принципе, в заставке и показывают. И, слушай, ну не знаю, как у тебя, а когда показали шпиона, я подумал, что это Келебра. А я почему-то подумал, что это постаревший Харрисон Форд. Ну, тоже может быть. А снайпер похож чем-то на Гордона Левита. Но, давая от психологической шняги геймплея, первое там нам, конечно, объясняют, как делать скрытые убийства, как ножичками там метательными убивать врагов и как стрелять. И вот, на самом деле, я так, первое, что сделал, это я застрелил чувака, который находится вдали, на другом конце реки, там, на камне стоящем. И с таким конкретным, знаешь, звуком выстрела. И когда я подплыл, оказалось, что рядом стоял другой чувак, но он нифига не среагировал ни на звук выстрела, ни на то, что его товарищ упал замертво, стоя, в принципе, у него на глазах. Это, как бы, сразу так немножко показало мне о том, какой здесь искусственный интеллект, и в дальнейшем мои опасения только еще раз подтвердились. Безусловно. Не, я как-то никого там не убивал, мне в тренировке не сказать, что мне прям сказали кого-то там пристрелить, мне сказали добраться до той точки. И я поплыл, и поплыл нормально, я там нырнул под воду, меня никто не заметил, так что с прелестями искусственного интеллекта я столкнулся чуть позже. Буквально, как бы, уже в следующей миссии потом. А, нет, да нет, в какой следующей, в этой же, когда ты выплываешь из этой реки, ты оказываешься в такой маленькой деревушке, которую тебе, по сути, надо зачистить. И все. И тут начинается, тебе говорят, пробуй действовать скрытно. Но снайперам действовать скрытно довольно сложно, потому что у него, ну что, ну у него есть ножик, которым он может вроде как тихо убить. Можно сзади подкрасться и совершить скрытное убийство тихо. Но, конечно, лучше вот в этом первоклассном вообще стелсе действовать шпионом, но за него нам пока играть не дают. Ну, я на самом деле немножко там пару раз попадал в поле зрения противников. Мне даже эту миссию несколько раз пришлось заново начать, потому что я не сразу кнопку быстрого сохранения нашел. Точнее, не сразу подумал, что она есть. Но враги, они, конечно, с одной стороны, они видят очень хорошо. Иногда они видят даже сквозь стены. То есть, если они тебя заметили до того, как ты скрылся за стену, даже там за шпиона, они все равно почему-то продолжают тебя видеть и поднимают тревогу в какой-то момент. Но, например, на такие вещи, как метание ножей, они вообще не реагируют, потому что я там одного чувака просто, скажем так, не с первого раза я в него с ножа попал, несколько ножей упали перед ним прямо. Я кинул, наверное, в него ножей пять, только пятый его достал. Как раз остальные все легли то справа, то слева, то спереди. Ему вообще наплевать на то, что рядом что-то ложится, типа, ножи эти. Снайпер от бога. Пять ножей в молоко. После того, как мы спасаем там из плена своих... Союзников. Союзников, да. Нам необходимо отбиваться от крепления противников. И вот тут дают, наконец-то, вдоволь пострелять и снайперки, и учат. Довольно, на самом деле, клевенькому слоумо. То есть, вот эта вот задержка дыхания, когда там все останавливается. Нормально получается прицелиться и убить. И что мне особенно понравилось, там в уголке тебе пишут ранг того, кого ты убиваешь. Ну, снайперы, они же должны в офицеров, в основном, пытаться стрелять. И вот тут как раз тебе такой погон выдается сбоку, кого ты целишь. Ну да, это, кстати, удобно. Там позже при игре с шпионом наводишь на человека, и ты знаешь, кто он там по званию. Но до шпиона мы еще дойдем. После этой перестрелки нам дают поиграть за зеленого берета, который как бы прыгает там в самолете, устраивает вообще какую-то вакханалию. Там практически всех какой-то гад-пилот второй, который оказывается предателем, чуть ли там не всех убивает. Мы бежим на него с криком. И-и-и-и-а! Валим его, прилетаем на поле, и все, и начинается мега-перестрелка. А мы посреди поля. И, ну, до этого все это происходит в заставке. И вот заставки, в принципе, нарисованы неплохо, более-менее. Но в них ужасный липсинг. Движения губ, они совершенно не соответствуют вообще тому, что говорится. Я там не буду это прям придираться. Но когда там рот закрывается до того, как фраза договорится, это прям уж совсем через край. Или наоборот, он начинается до того, как у человека рот открывается. На это как бы обращаешь внимание. Но черт с ним. Начинается перестрелка. И вот здесь как бы уже и я прочувствовал всю прелесть местного искусственного интеллекта. Я играл на средней сложности. Я не знаю, может на высокой. Как-нибудь там противники действуют чуть умнее. Но, честно говоря, не верю. Слушай, это не эфир. Так что не стоит думать, что от сложности внезапно меняется искусственный интеллект. От сложности в таких играх обычно только урон у оружия. Ну, вот я тоже так подумал. В итоге получилось-то, что все эти немецкие солдатики, они тупые болванчики, которые могут стоять перед тобой в упор и при этом не стрелять в тебя. Они могут быть даже их несколько, и вроде бы у них там чуть ли не это восклицательные знаки над головами, что они тебя видят. Но никто в тебя не стреляет. Или наоборот, начинают стрелять как-то, когда тебя даже не видно. Короче, ну, потрясающий, потрясающий искусственный интеллект, который позже он меня еще не раз порадовал. Я же хочу сказать, что во время вот этой высадки зеленого берета меня немножко ввело в заблуждение то, что он такой спрыгнул к нему тут же, в ту же секунду, еще он парашют не успел сложить, подбегая, значит, связной, говорит, что там типа это все ловушка, засада и так далее. По нашему главному герою начинают стрелять немцы. Вдруг внезапно немецкие машины начинают взрываться одна за одной. Я такой сижу, подождите, что происходит? Почему немецкие машины начинают взрываться? Как бы вроде они же нам ловушку тут устроили. Да, нам потом рассказали, почему они начали взрываться, но вот в этот момент у меня было такое немножко недоумение вообще, что мне в заставке показали. Но в этой миссии, что как бы еще прикольно, высаживаемся мы зеленым беретом и начинаем играть за него, но в любой момент в этой миссии можно переключиться на снайпера, который сидит в каком-то там доме и может как бы отстреливать оттуда гадких фрицев. И вот это на самом деле прикольно. В любой момент без всякой задержки все, нажимаешь кнопку и тебя перекидывает на другого персонажа. Да, это прикольная фишка, я ее действительно заценил. Но проблема в том, что когда ты персонажа оставляешь без действия, он именно что бездействует. То есть понятно, что это сделано, чтобы он там случайно херню какую-нибудь не сделал и не умер, но хотелось бы, чтобы, например, зеленый берет, который находится посреди боев, скажем так, на передовой, он все-таки продолжал отстреливаться от врагов, а не тупо стоял как дурак. Пока ты за снайпера пытаешься там каких-нибудь пулеметчиков вычтить, которые далеко сидят. Да, есть такое и в этом как бы получается опять же это проблема искусственного интеллекта, потому что... Отсутствие интеллекта. Да, им просто их не наделили интеллектом, поэтому они могут, да, тупо встать, вот ты в поле там переключился снайпером быстренько, чтобы отстрелить кого-нибудь, кому-нибудь что-нибудь. Но в это время зеленый берет стоит посреди поля, ничего не делает. Но тут еще как бы классно, когда их подстреливают вообще там, твоих союзников, их можно лечить. Но у меня, я на этой миссии один раз умер, пришлось вообще всю эту миссию переигрывать, потому что в этот момент я тоже как-то быстрые сохранения еще не освоил. Но потом понял там F5, F9, все дела, все как обычно, классика. Я начал сохраняться во время миссии, все получилось удобно, но у меня почему-то пропали подсказки, которые вот тебе говорят, какую кнопку нажимать, когда надо какое-то действие произвести. То есть сама подсказка есть, но на ней написано как бы нажмите, какой-то пропуск, ну вообще ничего не видно, то есть там должна быть кнопка. И вот такую кнопку, чтобы вылечить. В общем, я подбегаю к солдату раненому, который валяется там, корчится, кричит, его надо вылечить. А я, ну, понимаю, что аптечка у меня есть, я могу его вылечить. И короче, подсказка вылезает, буква не написана, я случайно его застрелил. Ничего себе, на какую кнопку на выстрел ты нажал просто зачем-то? Да, ну я как-то это, я подумал, что знаешь, может, ну, они же союзники, может, здесь как бы продумано, что ты по своим стрелять не можешь, и вылечить будет, ну, удобно его этой кнопкой. То есть... Такой ты загранотрядовец, просто я не могу. В общем, да, я такой подбегаю к брошенному солдату и решил, все, не мучайся, ты свое отслужил. И потом, как бы там, мы должны перебраться через мост, и мост этот можно взорвать, а можно вроде как и не взрывать. Я не понял, как его взорвать первый раз, я кидал там на него какие-то гранаты, я думал, может, у меня там какая-нибудь базука должна быть. Короче, не получилось у меня, и меня убили. И вот что мне, в принципе, понравилось, там заставка идет, именно как будто вот немцы, они действительно отстреливают всех нас, перебивают весь наш отряд, и как бы вот это прям в заставке показывают. А когда я прошел эту миссию, тогда, наоборот, показали, что наши перестреляли всех фрицев, то есть именно вот заставка на движке идет. Странно, я что-то не замечал такого. То есть у меня просто как бы красные экраны, давай по новой. А, нет, ну у меня вот именно в момент на мосту, но это был, по сути, единственный, наверное, момент, когда так получилось, потому что в основном, да, конечно, просто написано, вы все умерли, и все, и начинай сначала. Либо миссию, либо загрузку. Но мы победили, и здесь нам предоставляют после миссии нового персонажа, как раз про которого мы говорили, это тот самый шпион. Во-первых, его зеленый берет подозревает в предательстве, потому что тот, как бы, ну, бывший немец. Не бывший, он немец, просто он... Ну да, 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 в смысле. Бывших немцев не бывает. Что он немец, да. Но тот пытается доказать, что это не так, и говорит, мол, это я тогда вообще взорвал эти машины. И нам дают такой небольшой флэшбэк, что случилось до высадки зеленого берета, то есть как снайпер и шпион разделились, и как шпион пошел как раз минировать машины. И вот здесь начинается такая полноценная обучалка, потому что шпион, наверное, самый комплексный персонаж из всех в плане возможностей. Ну и, честно говоря, мне за него, в принципе, больше всего понравилось играть. И нас учат вообще классической фишки в команде, что умел шпион, он умеет переодеваться. И здесь вот это отлично сделано. Ты, когда наводишь на конь солдата или офицера, ты, во-первых, видишь его звание сразу, и если ты его убиваешь, то можно его форму надеть на себя. Что очень удобно, потому что можно как бы проникнуть в тыл врага. Но здесь играют роль звания, и если ты как бы солдат, то остальные солдаты тебя сразу будут подозревать. Они не будут сразу агрессивными, но они сразу будут подозревать, что ты какой-то не такой. А все старшего звания, они тебя в микро секретят. Поэтому как бы самое клевое, конечно, достать себе какой-нибудь самый классный мундир, а в итоге это получается костюм гестаповца. И как бы в нем можно расхаживать вообще без особых проблем, потому что этих гестаповцев мало обычно на карте, и только они могут тебя рассекретить. Плюс ко всему тебя учат там пользоваться газовыми гранатами, которые сразу позволяют убить кучу человек, и противогазом. Который, кстати, если напялить и просто ходить, подозрения вообще ни у кого не возникнет. То есть если ты там гестаповец в противогазе просто будет проходить мимо обычных солдат, никто и не посмеет ему возразить, а что это ты, собственно, в противогазе ходишь. Ну так это же гестаповец. Ну да, ну кто ему что сделает. Но честно, газовыми гранатами я почти не пользовался, потому что перед тем, как люди умирают, они тебя палят все-таки немножко, и это надо делать только если они где-то далеко стоят и кучкой. Есть такое. Но все-таки местами я этими газовыми гранатами пользовался, но до того, как их получить, нам еще предоставляют такую штуку, как можно отвлечь внимание монеткой. Влечь, которую я никогда не пользовался. Я пару раз пользовался, и в принципе, когда мне вот ее тут только предоставили, я сразу ей решил воспользоваться. Стоит офицер. Я бросаю монету, он отвлекается, я подбегаю к нему, но что-то меня заглючило, что удавка у меня должна быть среди вот этих вот дополнительных, скажем так, там где гранаты выбираются, там где... В общем, отдельная ячейка, а не среди оружия. И в общем, я уже стою вплотную, а скрытное убийство сделать нельзя, потому что надо выбрать удавку, а я без нее. И в общем, пока я там все это парился, 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 в итоге офицер как бы поворачивается ко мне, ну вот полубоком. Ну, то есть нет, он просто вот боком ко мне стоит, и ничего, не видит меня, а я сижу прямо перед ним. Я его рассматриваю, так рассматриваю, удавку не нашел, все. И в общем, в итоге я его вот так вот сзади так обошел, вообще по стеночке так тихонечко, вот, и он меня не заметил. И как бы вот это вот, вот весь искусственный интеллект, он здесь примерно весь такой. А потом нам нужно зайти в помещение, где сидит наш союзник, но там рядом с ним два фрица. А я как-то не сообразил, что, ну, во-первых, в помещение можно подглядывать. И что тоже не пользуешься почти никогда. Как сказать, ну, за шпиона, да, когда ты играешь в форме гестаповца, тебе нет смысла там смотреть, что к чему, но в целом... Я вообще ни за кого не пользовался, никогда, ни монеткой, ни вот этим вот подглядыванием. Ну, не знаю, я подглядывал, я, видать, какой-то этот неправильный. Но, в общем, в итоге я посмотрю, смотрю, там какие-то три чувака сидят. А мне, ну, не видно же, там, самый этот наш союзник, он сидит дальше всех за этими двумя офицерами. Ну, я думаю, ну, там, наверное, три врага. Короче, я туда эту газовую гранату кидаю. Но она убивает только фрицев. А наш союзник сидит, как бы, и ничего ему не произошло. То есть ничего ему не сделалось. Я думаю, ну, классно, значит, наши союзники, они, это, антигазовые, скажем так. Но потом я на этом очень сильно погорел. Когда нам надо было, там, какой-то дальше миссии выручать доктора. И я тоже попытался сделать то же самое. Но доктора почему-то газ убивал. Я же газовыми гранатами пользовался очень редко, но здесь я, по-моему, всех просто перестрелял пистолетом. Потом тебе говорят, что там вот организовали засаду, и шпион решает помочь нашим чувакам и заминировать все вражеские машины, которые там рядом стоят. Мне показывают, в какую сторону идти. Ну, и я и так по прошлой миссии помню, где это все расположено. Я, значит, такой, выхожу на поле. Ты, я так понял, тоже вышел на поле, да? Нет. Нет? Я такой, значит, выхожу на поле, вижу вот этот пригорок, на котором все. Думаю, ну, дойду вон там до дороги, и нормально. Значит, иду, иду, вдруг надпись, типа, мол, не подходите близко к пулеметам МГ-42. Я такой думаю, да ладно, я же в форме, причем я в форме офицера, думаю. Нормально. И я иду, и они меня просто берут и расстреливают из пулемета. Не понял, почему. Второй раз пытаюсь по этому полю пройти в другое место. Все равно меня расстреливают. Так, стоп, что за установка у них была, стрелять как бы в своих. Причем на поле еще стоят другие фрицы, которые просто там общаются что-то между собой. Один патрулирует, и я иду по этому полю. Ну, тоже фрицы, я думал, что они по мне стрелять-то будут. Но нет, просто берут и бомбят меня из этого МГ-42. Потом уже я понял, что надо все-таки обойти. А я почему думал, что сразу туда нельзя обойти? Потому что там лежит поваленное дерево. Я сперва подумал, что это, ну, знаешь, такая типичная вот эта вот дурацкая стена. Блокировка локации, да, невидимая стена. Я на этом еще, на самом деле, в следующей миссии с конвоем погорел. Там, знаешь, наверху стоит тоже офицер такой, следит за тем, как все около машин ходят. И тоже такое дерево лежит. Я думал, ну, к нему не забраться. Это, оказывается, нормальная игра, где деревья можно перепрыгнуть, валяющиеся. Ну, я, значит, подошел к этим чувакам. А они там все стоят. Причем, знаешь, там вот такой момент. Значит, стоит машина, по-моему, или зенитка, не помню точно что. И солдат пять. И еще офицер за картой стоит. Ну, все смотрят, каждый в свою сторону. И не друг на друга. И я, короче, такой, знаешь, одного задушил, второго задушил, третьего, четвертого, пятого. Офицера задушил. Вообще наплевать, всем абсолютно вокруг. А, да? А ты так даже? Я вообще не парился. Я вообще там никого не убивал. Я в форме офицера подошел, заминировал все у всех на глазах. И все. Не, это я вот первую заминированную вещь. Я там всех передушил просто. А потом только думаю, хм, а если я вот офицер, да, буду просто бомбы клеить на машины. Всем наплевать, ты офицер. Тебе никто ничего мне это не скажет. Просто клей бомбы там. В других миссиях я там, короче, я прыгал с крыши, короче. В присядке ходил повсюду. Всем пофиг вообще на тебя. Если они ниже чином. Да, да. Ну, это как бы все. Четкая иерархия. Все знают свое место. Никто не будет до тебя докапываться ниже позвания. Это классно. Да, это прикольно. Ну, следующая миссия была как раз про то, что мы свой патруль должны. Его остановили на блокпосту. И мы должны этот блокпост зачистить. И своих чуваков вытащить из... Ну, из фургонов. Но нам же дают играть за шпиона. А шпион, в принципе, ну, без формы он не очень полезен. То есть он там... Ну, стрелять-то у него, конечно, пистолет есть. Но не это его главный конек. Я сначала попытался там нескольких людей задушить. Меня заметили сверху там вот с горы как раз офицеры какие-то. В следующий раз, когда переиграл, я их снайперам сразу же вынес. Там можно переключиться на снайпера, который сидит вообще где-то там черт знает где. Я хочу сказать, что сперва я такой, знаешь, тоже переключился за снайпера, немножко я прерву. И такой думаю, так, вот тут еще стоит какой-то враг. Убью-ка я его такой. Раз стреляю, а ему пофиг. Два стреляю, а ему пофиг. Три стреляю, а ему пофиг. А потом я понимаю, что это я в своего шпиона стреляю. Потому что, ну, снайпер-то смотрит немножко с другой позиции. И я перепутал лево и право. И думал, что это конец локации, а не начало. Не, а я как-то сразу вычислил, кого там надо убивать. Убил каких-то двух офицеров на горе. И думаю, ну все, нормально, теперь можно как бы спокойно защищать. Начал убивать обычных солдат немецких, уже шпионом. И одел форму солдатскую. Ну, как бы солдатская самая беспонтовая форма. Тебя, в принципе, все равно все быстренько палят. Я думаю, о, а я же убил этих офицеров на горе. Ну-ка пойду я их форму возьму. Поднимаюсь на гору, а там, конечно же, никого нет. Потому что в игре потрясающая система убийства персонажей. Я не знаю, они не смогли это реализовать или что. Ну, потому что в предыдущих частях любой труп его, во-первых, можно было связать. То есть его можно было вырубить, его можно было связать. И его, главное, можно было перетащить. Здесь никого таскать нельзя. Где завалил, там он и будет лежать ближайшие секунд 30. А потом он тупо испарится. И, в общем, я поднимаюсь на гору в надеждах найти себе офицерскую форму. А там никого нет. То есть два этих трупа, они испарились. И все, и что делать? В итоге пришлось в этой солдатской форме там всех перестреливать. Потому что, ну, иного пути, в принципе, не было. Я тоже один раз так погорел на этом деле, но там дальше по сюжету. Но мы приезжаем в такой какой-то небольшой городок. И там в амбаре засаживаемся. И нам некоторые персонажи, которых мы там половину не знаем вообще, никогда и больше не увидим. Они дают задания шпиону. То есть, типа, вот, как бы, город, и у тебя несколько заданий. То есть три главных цели, еще какие-то там две дополнительных. И ты волен вообще решать, что куда идти. Такой небольшой фриплей, короче. Миссия, которая разбита на три отдельных миссии. Там даже каждая еще, там, происходит с небольшой подзагрузкой в своем районе города. Но в целом это такой вот, иди куда хочу. И, короче, поскольку город с узенькими улочками. И я довольно быстро раздобыл себе форму, там, какого-то унтер-офицера. Я, короче, вырезал весь город. Серьезно, я просто за шпиона передушил весь этот сраный город. Вообще никого не оставил в живых. Просто вот шел такой, стоит чувак. На, задушил. Следующий человек, на, задушил. Подхожу к офицеру, душу его. Все, одежда офицера. И я пошел просто творить что угодно. А потом выхожу, а там гестаповец стоит такой около фонтана. Такой, оп, все, имба получена. Я иду в одежде гестаповец просто, реально, весь город перерезал. Вообще никого не было на улице. Ну, правильно, говорили про шпиона в первой заставке. Там, мол, типа, если ему дать форму, он до Берлина дойдет, и его никто не рассекретит. Вот имя, причем там очень забавные такие вещи, что... Короче, идет патруль. Патруль обстукивает двери, да. Один чувак стоит, стучит в дверь. Второй чуть слева от него смотрит на него. Я подхожу душу того, которого смотрит. Тот, кто стучит, ему вообще наплевать. Я подхожу душу того, который стучит. И тот тоже умирает. И третий, который там в соседнюю дверь стучит, его тоже душу. И всем наплевать. Там надо настолько это вот на глазах я практически их всех душил. А врагам пофиг вообще. Если они напрямую на тебя не смотрят, ты можешь душить хоть кого угодно. Да, и именно в этом месте, вот где ты рассказываешь, что они там стучали в двери. Я попытался убить их газовой гранатой. Но на этот момент у меня уже был доктор. Потому что главное задание у нас вообще на этой как бы локации это доставить врача там какому-то раненому, но очень важному человеку, у которого видать какая-то информация есть. О которой мы в принципе по-моему вообще ничего не узнаем, потому что миссия на этом заканчивается и мы уходим. Вот. Но сам факт, что доктор ходит за нами, ну вот здесь, к счастью, у него не очень тупой искусственный интеллект. Он спрячется в каком-то месте и говорит, все, я дальше идти не могу, потому что там враги. Вот зачистишь их, тогда пойду. В общем, в итоге этих вот трех чуваков, которые стучат в двери, я попытался убить газовой гранатой. И да, они действительно умерли. Но доктор, поняв, что уже никого нет, он, короче, побежал туда. Газовое облако, оно как бы еще не рассеялось. В общем, и он умер. И получилось, что мне пришлось точно так же, вот как и тебе, их тихонько душить сзади. И да, тогда это действительно все проходит очень просто. Вот. Но до этого, я не знаю, ты выполнял вообще эти дополнительные задания? Я выполнил, в этом городе выполнил все. Я даже собаку попытался стрелить, которую думал, что это вражеская охранная собака. Бедная собачка. Но она, кстати, неубиваема, если что. Собаку нельзя убить. Как и коров. Я помню, я в первой миссии в коров просто эти ножи снайпера кидал, кидал, а им пофиг. Я думал, почему фрицы не сделают себе броню из коров? Их же вообще тогда убить будет невозможно. Но я потом понял, почему. Потому что их убить невозможно, они не могут с них и шкуру содрать. Да, логично, действительно. Но я сперва решил выполнить все вот эти вот параллельные там миссии, которые в других там районах города происходят. И в частности, я хочу сейчас рассказать про момент с генералом. С генералом, да. Значит, фишка в том, что мы должны убить генерала, который находится в публичном доме. У одной там проститутоньки. Я не буду там описывать весь кусок, как добирался на него. Фишка в том, что сперва надо отключить сирену в этом, ну, тревогу. Работоспособность тревоги отключить в публичном доме. А это делается в другой части локации. Я, значит, пошел, поднялся там на вышку, где это вырубается тревога. Там я задушил одного, второго, третьего. И там небольшая комната на вершине башни находится. Там я, значит, придушил генерала, и еще один чувак стоит и в бинокль смотрит. Ну, я такой подхожу к нему, а я в форме, все нормально, и думаю, сейчас задушу. А фишка в том, что на кнопку F, на которую ты обычно делаешь убийство, не всегда действие является убийством. Иногда, если ты в форме, ты можешь привлечь внимание солдата на эту кнопку. Чтоб он на тебя посмотрел, отдал честь, отвернулся от чего-то. И я, значит, так как-то навожу небрежно. Немножко нажимаю F, и вместо того, чтобы придушить его, я его на себя отвлекаю, он поворачивается, а у меня за спиной мертвый офицер лежит. Ну, и он такой сразу аляром, тревогой, я такой, ну, блин, спасибо большое. Но со второго раза, естественно, у меня все случилось нормально, я аккуратненько это сделал. Вот, вообще там очень странная фишка с управлением. Я, привыкши к современным шутерам, постоянно хотел прицелиться на правую кнопку мыши и вызывал бинокль. Потому что далеко не у всех пушек там есть прицел на правую кнопку. Когда мы приходим к этому генералу в публичный дом, я, значит, так думаю, ну, надо как-то к нему пробраться в комнату. Оказывается, нет, можно войти просто. Он там сидит, целуется с куртизанкой, ему наплевать, что я зашел в комнату. Да, он у меня реагировал. Нет, у меня он сидел и целовался с ней. Я, значит, хожу по комнате, встал к нему за спиной, такой, давай искать спот, чтобы его поддушить. А он не душится и не душится, не душится и не душится. Я такой, ну, не знаю, сперва пристрелил, но там поднялась тревога. Я подумал, что, а, меня засекли. Тогда-то я не знал, что это скрипт, и надо просто в любом случае убегать будет от тревоги. Я думаю, так, надо как-то его отвлечь. Я нажимаю кнопку F, отвлечь его. И он такой встает, знаешь, просто резко на том же месте, как он сидел с куртизанткой на коленях. Он встает, а она продолжает сидеть в той же позе и целоваться с воздухом. Он, значит, на меня посмотрел, посмотрел и опять сел, и сразу же продолжили они целоваться. Ну, в итоге я его убил, челочка подняла тревогу, но я выскочил в окно и убежал. А меня он как бы сразу засекал, поэтому я заходил, ставишь ему хэдшот, начинается тревога, ты выпрыгиваешь в окно, и в этот момент я что-то подумал, что надо, наверное, будет отстреливаться, я что-то не стал убегать. И, в общем, в один момент я вижу, как у меня на глазах генерал испаряется в воздухе. Это вот потрясающая-то система с испарением трупов. Дальше мы идем к следующей миссии, это отвлечь немцев каким-то поездом, который сходит с рельс. Хотя тебе почему-то в заставке этого не показывают, у тебя просто экран дрожит. Да, у меня показывали. А не, у меня просто экран дрожал, и якобы что-то случилось. Не, у меня была заставка, там поезд рушится. Да? Причем он даже, он не рушится, у него почему-то все взрывается под колесами, как будто вот он... Я не знаю, у меня просто заставка, где мне показывают железные дорожные пути, значит, какая-то там лес, и все трясется, и звук взрывов, но ничего не рушится. Никакой поезд не взрывается. Но наше задание это в том, чтобы стырить грузовик. Сперва, правда, надо там какого-то гадкого чувака придушить, чтобы сломать какой-то там генератор, не генератор, сперва сломать надо. Я его, значит, придушил, а он где-то на втором этаже иду, на первый, на вокзал, и там стоит гестаповец, он меня начинает чутка подмечать. Но я сохраняюсь в этот момент, иду как раз, чтобы стрелку перевести, чтобы поезд взорвался почему-то. И вдруг внезапно тревога, я думаю, блин, гестаповец заметил. Начинаю там как-то ныкаться, потому что, ну, он как бы меня не замечает, у него же там кулдаун такой небольшой на замечание. Вроде как бы спрятался, ничего, опять тревога. Я думаю, да что ж такое? И потом я понимаю, что, скорее всего, того чувака, которого я придушил на втором этаже, находят и поднимают тревогу. Я, короче, загружаюсь просто, как, не знаю, как стелс пехота, но быстро проскакиваю мимо гестаповца, поднимаюсь на второй этаж. Ровно в тот момент, когда чувак заходит, только хочет поднять тревогу, он уже красным стоит, я вот такой, хоп, придушил. И нету тревоги, я такой, да, вот это я мастер просто. Спускаюсь дальше, взрываю этот поезд. И иду забирать машину с боеприпасами, которые надо угнать. А там стоит тоже офицер и говорит, мы не можем вас отпустить без документов. Я подумал, на самом деле, я потом уже подумал, что, наверное, может где-то эти документы можно стырить. Но я просто вырезал весь амбар. Да, да, аналогично. Я просто наплевал на документы, чтобы всех передушил, сел в машину и уехал. Ну, это как бы тактика шпиона. Ну да, нахрен надо искать документы, если можно всех перебить. Да, она работает, так что, чё бы и нет. Но вот с сохранениями, как ты говоришь, да, там действительно есть такая проблема, можно самому себе сделать падлу. Сохранишься в какой-нибудь неудачный момент и всё. Этим как бы опасны эти быстрые сохранения, потому что если... Ну, это классика быстрых сохранений. Сохраниться за секунду до того, как тебя убьют. Сохраниться там перед гранатой и всё такое. Макс Пейн, помню, этим славился прям. Ну, вот что мне в принципе понравилось. Эти дополнительные задания было довольно интересно выполнять. Их не очень хотелось скипать. Но в итоге как бы главное это вывести доктора, мы приводим его в амбар. И внезапно все наши герои такие, ааа, плевать на эту Францию, которая вроде рядом с Германией. И вот уже там, грубо говоря, до Берлина недалеко. И мы почему-то отправляемся в Норвегию. Ну, потому что почему бы и нет. Ну, потому что мы вот такой вот мега разносторонний, наверное, отряд бойцов, которые действуют вообще по всей Европе. И там перекидывают нас и туда, и туда. Но, в общем, не очень понятно, зачем после Франции всё равно ехать в Норвегию. Но мы отправляемся в Норвегию. Да, там происходит небольшая такая перестрелочка, после чего нам вновь дают шпиона. И говорят, зачистите, мол, один там из оборонительных пунктов немцев. И вот то, что я нашёл в инвентаре, я прям такой удивился. Вау, я хочу это попробовать. Я нашёл сигареты. Да. Потому что в командах сигареты, это вообще была классика. Ты кидаешь сигареты, немец постоянно их видит, идёт их подбирать. И ты к нему там подкрадываешься и убиваешь. То есть отвлечение внимания через сигареты, там заманивание куда-нибудь и так далее. Я честно пытался. То есть я пытался, чтобы сигареты хоть как-то сыграли на геймплей. Я кидал перед немцами. Им насрать на то, что я кидаю перед ними. Я из сигарет, короче, дорожку прям делал, чтобы они, не знаю, даже дойти могли куда-нибудь. То есть все эти 10 пачек я перед одним кидал, им вообще наплевать на сигареты. Они вообще... Там есть один, который стоит в амбаре перед столом, я ему на стол прям кинул эти сигареты. Ему пофиг вообще, что перед ним сигареты упали на стол. Он как стоял, так и стоит. Зачем нужны сигареты в этой игре, я просто не понял. Да, сигареты совершенно беспонтовые. На них, в принципе, солдаты, ну, чуть-чуть реагируют, но они только поворачиваются иногда в сторону, вот куда ты кинул сигареты. Они за ними не идут. И как бы спрашивается нафига, когда как бы вот у шпиона, например, есть монетка, которая работает по совершенно аналогичнейшему же признаку. То есть ты кидаешь... И она бесконечная. Да, и она бесконечная, а сигареты нет. Но, к счастью, ты которые выкинул, ты их можешь поднять. Хотя, блин, к счастью, толку от них вообще никакого. Поэтому я ими как-то и не пользовался. Что интересно, в этой миссии есть дополнительное задание. Надо подорвать лодку. То есть вообще, в принципе, мы должны зачистить там два поста. То есть один пост и потом за ним мост от фрицев вообще полностью зачистить, чтобы наши там на машинах проехали. И есть дополнительное задание подорвать какую-то там, ну, не лодку, ну, там такой прям чуть ли не маленький боевой корабль. А поскольку, ну, дают нам играть за шпиона, можно переключиться на снайпера, но большого толку от него как-то нет. Потому что, ну, шпионом прикольнее. Там форму напялил и все, и иди, ничего тебе не сделают. В общем, я поплыл взрывать корабль. А оказалось, что шпион что-то долго плавать не может. Он замерзает вообще моментально. В смысле плавать нельзя в этой? Не, он может плавать, но недолго. Потому что обычно у героев, у них есть именно вот показатель этого воздуха. То есть ты под водой можешь какое-то определенное время плавать. И когда этот, ну, воздух у тебя закончится, у тебя начнут жизни отниматься. А у шпиона у него жизни отнимаются прям в воде просто. Потому что, наверное, вот ему холодно или я не знаю. То есть у него вот эта шкала, она сразу начинает отниматься довольно быстро плечом. И потом жизни начинает отниматься, и все, и ты умираешь. Так что подорвать лодку шпионом у меня не получилось. Но в итоге там оказалось, что вообще нельзя из воды ее подорвать. Надо на лодке подплывать к этому кораблику, чтобы его подзорвать. Вот, и в итоге я эту задачу оставил на снайпера. То есть я зачистил там практически все. Снайпером подплыл, взорвал этот корабль. Потом пошел зачищать уже мост, но опять же шпионом. И получилось, что буквально там, когда оставался один-два человека, в общем, шпиона у меня ранили до того момента, что он как бы упал. То есть его надо лечить, и играть за него нельзя. Я переключаюсь на снайпера, думаю, ну сейчас я достреляю там оставшихся, и пойду вылечу шпиона. Я убиваю оставшихся фрицев, и начинается заставка. Но шпион, он когда упал, он все время орал. Они все вот так очень забавно кричат, причем все кричат одним и тем же голосом, если ты не заметил. И вот шпион у меня там лежит, кряхтит. Начинается заставка, а звуки шпиона, как бы их все еще слышно. И вот он там кряхтит, кряхтит, идет заставка, он кряхтит. И вдруг потом шпион как бы есть в этой кат-сцене. Он уже нормальный, стоит, все там разговаривает, все нормально. Все, кат-сцена проходит, она начинает заканчиваться. И как только шпион уже нет в кадре, опять начинаются эти крики и стоны. То есть он как будто, знаешь, такой, ааа, мне плохо, мне больно, помогите мне. Потом такой, так, в общем, там задача такая, выполнили, все, молодцы, теперь идите сюда, теперь сюда, сюда. Ааа, блин, мне плохо, мне больно. Вот, в итоге очень смешная получилась сценка. Good luck. Я лишь хочу отметить, что в этой миссии очень прикольная комбинация шпиона и снайпера. Причем снайпер, кстати, не замерзает в воде. Я потому что уехал сперва на лодке за одного шпиона, там, до второго блокпоста. Там тебя с другого берега замечают чуваки из этого, из какой-то хибарки. Ну, я такой, блин, надо за снайпера пойти и туда их перерезать. Я просто доплыл до туда, и снайпер ничего мне не сказал плохого про воду. Да, снайпер, я потом снайпером пробовал подплыть, я же говорю, потом пробовал снайпером подплыть. Но суть в том, что этот корабль из воды все равно взорвать нельзя. К нему надо подплыть на лодке. То есть ты, когда в воде, ты не можешь пользоваться оружием, ты вообще там практически ничем не можешь пользоваться. Вот, поэтому, чтобы подзорвать корабль, надо тоже подплывать на лодке. Но снайпер в этом плане, да, лучше он плавает, как бы ему плевать на температуру воды, он морж. В следующей миссии нам надо обезопасить зону Какой-то захваченной немцами деревушки То есть на пристани перебить четырех человек Я, правда, это не сразу прочитал Поэтому я сперва перебил пол деревни снайпером А потом такой только Блин, надо, наверное, вот тут вот этих только зачистить То есть я и там и колокольню, на которую надо забраться Уже там зачистил, уже с нее там кого-то Поснимал и так далее Шпион захватывает радио Точку немецкую И начинается полномасштабный штурм Где приходит заселенного берета Там стрелять всех подряд Там такая, знаешь, динамичная битва И вот честно, прямые вооруженные Вот эти перестрелки Они сделаны вообще так себе Мне прям не понравилось стрелять в этой игре Ну просто не знаю То есть вот со зеленого берета, мне кажется, хуже всего я играл Потому что, то есть ты нацелился как бы Но если он далеко стоит, не факт, что ты в него попадешь Ну и вот все такие вот вещи Не, мне тоже не очень понравилось стрелять Командус вообще, вот если брать старые части Он был как раз приколен тем, что ты кидаешь пачку сигарет И все, и потом всех по-тихому так это Никого причем не вырезаешь А именно связываешь Ну там за это рейтинг был больше Здесь тоже есть рейтинги Я правда не вникал, как они работают А там написано тебе дополнительные здания Которые ты должен сделать То есть помимо основного и дополнительного Есть еще там типа отвлеките врага монеткой Обязательно, то есть надо в этой миссии сделать И такие вот вещи Ну да, может быть Ну в общем я нигде 5 звезд не получил Бывало у меня 4 В общем суть не в этом Но стрелять да, тоже не очень понравилось Но в этом уровне были очень смешные вещи Когда я например застрял за пулеметом То есть там мы должны оборонять мост И не позволить фрицам как бы перейти на нашу сторону Это уже следующий уровень Почему? Нет, это этот же уровень Нет, это следующий Защита переправы А, ну да, ну да Я про ночное? Да, они защищают по факту эту же локацию Да, да, да Я про дневной уже Да, я про дневной А, кстати да У меня еще в этом месте Очень странная катсцена получилась Единственное не помню То ли в этом, то ли в следующем В общем у меня во-первых пропали субтитры Что в игре есть субтитры Они включаются И как бы я играл с ними Они пропали И вся заставка у меня немножко тряслась То есть ну я не знаю Что это был за глюк такой Вот, но с таким вот столкнулся Не знаю, такого у меня не было Ну и следующая миссия уже днем Днем уже начинают на нас наступать фрицы Прям уже там полное такое нападение С танками и прочее, прочее Вот тут да, приходится много стрелять Но в принципе у моста стоят пулеметы И я попытался ими как бы пользоваться И в какой-то момент У меня по-моему берета подстрелили И я побежал снайпером как бы его лечить Но решил сначала за пулеметом немного пострелять В общем стреляю я из пулемета Убил там, ну достаточно врагов Думаю, ну все, пора бежать лечить Я отхожу от пулемета Но не могу никуда подвинуться То есть у меня как бы персонаж застрял И я поворачиваюсь И у меня в ногах сидит союзник Который зажал меня между пулеметом и собой И мне вообще ничего не сделать А блин, война, немцы в меня же стреляют У меня жизни отнимаются Что делать? Короче, пришлось его убить Чтобы выбежать Вот, ну вот это конечно вообще адская штука Что их нельзя никак даже подвинуть Ничего Ну вообще такая-то на самом деле длинная миссия Ну вообще там столько врагов прет и прет Причем там надо каких-то этих корректировщиков огня убивать А их, блин, из-за тумана вообще не разглядеть в этом Вдали И я в какой-то момент там не успел их убить И мне больше их не показывали И меня постоянно долбила артиллерия Я на таком еще погорел в последней миссии Когда там не мог разглядеть Где эти вражеские офицеры находятся Ну в общем, да, перестрелки мне как-то в этом командосе не очень показались Зато внезапно после окончания этой миссии Приходит шпион и говорит Так, нам надо отправляться в другое место И мы отправляемся Куда мы там, я не помню Ну короче, нам надо какой-то артефакт достать Да, реликвия какая-то Причем нам не говорят куда Нам говорят просто немцы завладели реликвией какой-то И хотят отвезти ее в Берлин И наша задача ее как бы выкрасить Но сразу же мы там как лохи попадаемся Шпиону приходится изобразить из себя солдата Что он типа захватил зеленого Берета и снайпера Чтобы потом их вновь освободить И уже надо снова их идти спасать Так вот, в этой миссии я короче там плутал На первой локации Хрен знает сколько Потому что я честно думал, что надо через канализацию как-то пройти Потому что ну не может она быть просто так там Она там реально просто так Я там пытался, думал, что может там в решетке где-то дырки есть там Пытался как только мог Причем я сперва там еще стоят солдат и офицеры Я их застрелил, но к ним подойти нельзя Потому что мешает какое-то препятствие И когда я до них дошел Уже понял, что мне не через канализацию Я дошел до них, трупы естественно пропали Форма офицера пропала Пришлось ходить в форме солдата А ты там должен потом зайти в такой лагерь Попасть в здание В котором держат, собственно, наших товарищей Но туда не попасть без пароля А пароль находится на другом конце этого лагеря И ты должен как-то пройти И без офицерской формы это практически невозможно сделать Потому что перед входом в здание, где стоит пароль Там стоит унтер-офицер, который тебя постоянно замечает То есть ты должен быть как минимум в офицерской форме Чтобы он ничего тебе не сделал А офицер там один И он постоянно общается с каким-то другим чуваком При этом в другом месте стоит гестаповец Который вообще следит за всем лагерем В итоге я там пытался один раз, второй раз Там ничего не получилось Я перезагрузил миссию И тогда я просто сразу знал куда идти Я застрелил этого офицера Сразу одел его в форму И моментально прошел этот момент Ну да, да Там действительно без формы вообще никуда Но зато как ты нашел Вот реально там по этим По крышам прыгал Там просто там по столовке Там по столам танцевал Вообще наплевать Да, аналогично Причем, ну, как бы хочется Обследовать локации Но на них нет ничего И вот это мне кажется Ну то есть в некоторых местах Там есть какие-то типа секретные материалы Там найдите три штучки И вам рейтинг больше дадут Вот Но как-то вспоминая Там вот во второй части Например мы кусочки фотографии искали За которые нам бонусные уровни открывались То есть это было как-то более интересно сделано Здесь этого нет И не знаю Мне этого в принципе не хватало Потому что большого смысла Обследовать локации нет Да и вообще там главы потом стали довольно короткими Особенно когда там в этом бункере Я такой, знаешь, там Там же гестаповец ходит Я когда его форму завладел Я такой, все, просто я могу там Творить опять что угодно Там с пистолета уже ходил Какие-то скиллшоты там расставлял Типа одному, второму, третьему сразу Ну просто веселился как мог Есть такое, что меня единственное смутило Мы вот в этой форме официально Когда подходим, говорим Пароль нас впускают в здание Где вот на нижних этажах Там где-то под землей в бункере Как раз и реликвия И наши подопечные В этот момент Прям в заставке Шпион снимает с себя Блин форму офицера Спрашивается На кой хрен То есть зачем я ее доставал Чтобы ты, блин, дошел до лифта И в лифте разделся Чтобы снова потом одеться Ну к счастью, да Там буквально сразу же попадается гестаповец Ты как бы достаешь себе его форму И все нормально Но блин, сам факт Что за бред Ты проник в бункер И как бы И снимаешь с себя одежду Причем это происходило не раз На выходе Когда мы уже Со своими солдатами Там мы с союзниками Если ты их освобождаешь То же самое Я в форме такой гестаповца Думаю, ну клёво У меня сейчас никто ничего не сделает Ну нифига Он тоже ее снимает А нам надо убить предателя Который естественно оказывается русский Что меня очень позабавило И я опять без формы Ну чё за бред Когда там убить предателя Там забавно Там же целые Путаюсь в этих Воинских наименованиях Там рота или полк Ну короче, куча солдат стоит Думаю, если я одного задушу заднего Могу ли я всех их так по очереди Передушить Но хотя бы в этот момент Игра сказала Нет, чувак Ну ты слишком наглый Говорит, не стоит Вот И меня там все заметили Расстреляли Но потом ты все равно ждешь Пока этот предатель пойдет до машины И из-за угла его просто убиваешь И сразу в машину садишься и уезжаешь Да, причем у меня так забавно получилось Я убил его Ну в том месте, где мне было удобно Вот убил его и все Подбегаю к машине Начинается заставка Немцы нас замечают Начинают стрелять по машине А у меня машина, короче Едет по такому По такой дороге Как раз где-то труп Валяется этого предателя И короче В итоге мы, получается, еще и переезжаем То есть, ну Этого как бы, ну На машину это не влияет Она как бы сквозь него проезжает Но сам факт, знаешь, такие Типа предатель Мало того, что там пулю в голову Да, так еще и на машине переехали И тут нам внезапно опять там Перетасовывают себе карты Отправляют в какой-то русский город И снайперу говорят Давай-ка убей там 10 офицеров Блин, там такая ужасная миссия Вот серьезно Вот знаешь, эффект Куда, блин, идти В этой миссии прям просто В абсолют возведен Потому что везде какие-то разрухи И вот здесь уже Ты дерево не перепрыгнешь просто так Даже если захочешь Что забавно В этой миссии Это вот снайперская миссия Где я почти не пользовался Снайперской винтовкой Аналогично Не знаю, почему я просто ходил Из пистолета Всех расстреливал Оно, во-первых, и удобнее было И враги какие-то Совершенно тупые То есть, они порой на тебя Просто смотрят Такие целятся Ну, например, между вами стол И они не встают из-за него А ты спокойно Можешь им в голову попасть Там настолько странный Шутан был Вот в моменте Со снайпера Что У меня нет никаких Вообще соображений Но это такая, знаешь Какая-то Паралимпиада, короче Была По стрельбе На самом деле Потому что враги Толком ничего не могли Тебе сделать Они как дураки На тебя смотрели А ты их просто Расстрелил из обычного пистолета Ну, да Не очень приятная миссия Но меня больше На этом задании Напрягал дождь Я не знаю Обратил ли ты внимание Ну, как-то Раз ты молчишь Наверное, нет Но меня он прям Выбесил Он шумит Совершенно одинаково Во-первых Вне зависимости от того Где ты То есть В помещении На улице Неважно Он барабан Ну, вот Не барабанит А именно вот Шумит как бы Одинаково Причем Это какой-то, знаешь Не такой Разный дождь А именно вот Какой-то вот Один такой шум И он постоянный И он на протяжении Всей этой миссии И от него не скрыться Вообще никак Меня прям Это начало напрягать В следующей миссии Мы опять попадаем В такое же Практически место Тоже в разрушенный город Надо забереть А взрывать танки Что удивительно У тебя практически Противотанкового Ничего нету И вот здесь Я что-то умирал часто Потому что Враги довольно быстро Замечают Больно стреляют Еще и танки нагоняют Но в какой-то момент Мне удалось таки Там прорваться Через какие-то Вражеские Большие посты И я Начал убивать танки Едет на меня танк А я заметил Что у меня есть Мина противотанковая Я ставлю ее на пути Жду когда он подъедет А он зараза Взял проехал Буквально там В 10 сантиметрах От нее и не взорвался Я думаю Блин что делать А сверху сидит Командир танка Я думаю Ну застрелю его Застрелил Но танк все равно Как бы надо как-то взорвать Я не придумал Ничего умнее Чем запрыгнуть Сверху на танк А ему наплевать Он все равно едет Я значит сверху на танке Сижу На пути движения танка И спрыгиваю с него И он подорвался Потрясающая тактика Да Феерия абсурда Просто полнейшая Потом я конечно Нашел чувака Который мне какие-то Липучие гранаты дал И с ними уже Довольно просто Убивать танки Но Единственное чем Запомнилась эта миссия Это Вот этим вот катанием На крыше танка Нет Я там в каком-то здании Еще даже И противотанковый Ракетомет нашел Я не удивлен Но там опять такая локация Что Ну да Но она по-моему Чуть-чуть все-таки Такая какая-то Структуризированная Чем миссия за снайпера Это да И здесь нет этого Тупорылого дождя Но что меня позабавило Реально на этой карте Это вывески То есть ну Там нормально Там закусочная Сапожная Но есть знаки Направления Показывают Где там что И вот там Ну есть просто потрясающие Во-первых Там знак почему-то висит То есть знаешь Там направление и прочее Где там что Там по-моему В каком-то месте Была вена И был просто такой знак Огнеопасно В какую сторону Огнеопасно В смысле? Да, да Грубо говоря В какую сторону Огнеопасно И самое конечно смешное Это Германия Которая написана Русскими буквами Но последняя Не я А р Ну это Да, это классика Да, то есть получается Такой Германир Ну и мы подходим К финальной Последней миссии Которая Скажи как называется А, ну там что-то это Защитим матушку Русь В моем переводе Миссия называлась Защитить нашу мать Раша То есть Защитить нашу мать По-русски И Раша По-английски Просто я не Не знаю Видимо Пронт не сумел Собладать со словом Раша И выглядело Это потрясно Мне кстати Очень понравилась Пасхалка в этой миссии Это собачка Да, собачка Мне тоже очень понравилась Она просто была Помню Ну в командосе втором Точно была эта собачка Жаль за нее не дали поиграть Хотя было бы прикольно Я считаю Ну и Вот эта миссия Она очень похожа На оборону моста То есть мы тоже Стоим в одном месте И отстреливаемся От набегающих на нас немцев И вот здесь Зараза Надо убивать Офицеров Чтобы останавливать Немецкое наступление Зараза Там такой туман И ты хрен разглядишь Этих офицеров Тебе еще стреляют И я помню Что один момент Я просто снайпером Не мог найти офицера Я уже с зеленым беретом Короче просто пошел Вперед Вот гору Откуда они идут Чтобы найти офицера И нашел таки Правда берет там подстрелили Он лежал довольно долгое время Но Потом еще забавнее было Что я за снайпера Начал отстреливать Врагов Чтобы дойти до берета И случайно попал В другого офицера В которого не выцеливал даже И мне такие написали Мол типа Задача выполнена Офицера убить И я такой Фух Слава богу Не пришлось его выискивать И в целом Это конец На самом деле То есть герои отбиваются Все круто И они так пафосно уходят В куда-то И конец То есть никакого такого Окончания сюжетного У игры конечно нет Да потому что По-моему это там То ли 42-й То ли 43-й год В войне еще Быть и быть А игра заканчивается Ну и под конец У меня идут титры Где мне наконец-то Пишут в моем переводе Название игры И называется она Боевики команды Ударных сил Что на самом деле Конечно близко К оригиналу Но увидеть это было Сродни Защитить Нашу мать Раша Ну и собственно Все Я думаю что пора Там перейти К вердикту Итак Что же мы думаем По поводу команды С Strike Force Честно Сама игра Она Не вызывает Прям сильного Отвращения За шпиона Так вообще весело Играть и всех душить Вот шутерная часть У нее Очень так себе И мне она не понравилась Не понравилось Что нету Какого-то единого сюжета Просто какие-то Вот зарисовки Людей с войны Ну и Конечно От оригинального Командоса Здесь ничего Толком не осталось Кроме переодевания Шпиона И то оно такое Очень-очень условное Поэтому Как продолжение Оно очень Хреновенькое вышло Но Поиграть В него В принципе можно И так Скажем так Ставлю ей проходняк Столько же Сколько ордену Потому что Она проходится За 5 часов В ней 5 часов Геймплея Зато в ней Нет графонии Ну да В ней нет графонии Зато в ней Много перестрелок И мало роликов В целом Согласен Игра конечно Проходниковая И самая ее Большая проблема Это то что Она называется Командос Потому что Ожидания от нее Естественно Ну совершенно Другие Если ты играл В предыдущей части То есть Назвали бы они ее Просто тупо Страйк форс И я думаю Народ бы воспринял Ее не столь В штыке А так у нее Конечно Очень негативные Отзывы В большинстве Своем Именно потому что Скажем так Фанатам в душу Наплевали Но в целом Игра Играбельна Да Игра играбельна Хотя Искусственный интеллект Оставляет желать лучшего Зато можно поржать А на сегодня Мы с вами Прощаемся Это были Василий Гальперов И Максим Солодилов StopGame.ru Оставляйте свои Комментарии Относительно Командоса Предлагайте свои Игры на разбор Если игры старые То пишите Как их запустить Нормально Лайкайте Подписывайтесь Ну в общем Все такие дела А мы с вами Прощаемся Спасибо что смотрели Всем пока До встречи Через месяц Хранение там Сохранится за секунду До того как тебя убьют Сохранится там Перед гранатой И все такое Макс Пейн Помню этим славился Прям Я в фоллауте Помню так застрял В третьем А ну в третьем Может Я такая Тишина такая Подумал Ну да Ну я просто Я представил Как можно в пошаговом Фоллауте Так застрять Там Квиксеймов то нету Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова